Здравствуйте, друзья! С вами Вадим Печерский, руководитель паспортно-визового агентства Russian Documentation Center. И сегодняшнее видео я проведу на стыке двух своих лицензий, двух специальностей. Это публичный нотариус и паспортно-визовый специалист. И поделиться я хочу казусами, нюансами, проблемами, которые возникают с паспортами, с правописанием имен в паспортах, как с этим бороться и как с этим вообще жить. Конкретно я поговорю о российских паспортах для граждан России, которые многие сталкиваются с проблемами с неправильным правописанием или другими ситуациями, связанными с их паспортами. Если эта информация для вас интересна, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Поехали! В первую очередь должен сказать, что я паспортный специалист, нотариус. У меня много различных лицензий, но нет лицензии адвоката, так что я не даю юридические советы. И сегодня я хочу рассказать о некоторых ситуациях, которые возникли у клиентов и как их решать или почему они не решаемы. Ситуация номер один. Обратился к нам клиент, который пытается поменять заграничный паспорт Российской Федерации. При выполнении домашнего задания выяснилось, что этого клиента два раза поменялись имена во время жизни этого человека на территории США. То есть эта женщина, она уже гражданка США, она дважды выходила замуж и каждый раз она меняла фамилию, добавив к своей фамилии еще и фамилию муж. То есть у нее получалось двойное имя. Но ни разу не поменяла свое имя в российском паспорте. Ознакомьтесь с законом, поговорите с нотариусом российским, поговорите с юристами. Но, насколько я знаю, по закону Российской Федерации изменение имени должно следовать автоматическим изменению вашего имени в вашем национальном и вообще гражданском паспорте. Если этого не сделано, есть несоответствие. Меня многие перебьют, а спорят в том, что они много раз летают, где у них одно указано фамилией, имя в российском паспорте, а в американском указано другое. И да, мы тоже это знаем и советуем, что для отсутствия проблем при влете и вылете надо иметь с собой свидетельство о браке, желательно переведенное в заверенную апостильную, где показывается, что вы замужем за этим человеком и поменяли фамилию. Изменение фамилии в американском документе свидетельства о браке происходит только в том случае, когда вы это просите указать. И это называется длинная форма свидетельства о рождении, где внизу написано такой-то, такой-то, присвоена фамилия такая-такая. Очень часто в различных штатах, в различных госучреждениях факт выхода замуж уже само по себе дает основание добавить или изменить вашу фамилию на основании замужества. Только не существует документа, который это подтверждает. Так вот, при попытке получить новый заграничный паспорт Российской Федерации, этот человек столкнулся с тем, что дважды поменял фамилию при полном отсутствии документов, подтверждающих переход с одной фамилии на другой. Потому что брак в данном конкретном случае показывал факт заключения брака, но не просеяния фамилии. На основании этого документа человек пришел в social security, попросил, чтобы им указали так, ему указали. И такое происходит сплошь и рядом, налево и направо. Поэтому для такого человека получить продление русского, российского заграничного паспорта возможно только на территории России при наличии того, что сначала этот человек поменяет один внутренний общегражданский паспорт на одну из ранее использованных фамилий. Потом после этого получит еще один паспорт, уже на другую фамилию. И только после этого займется выдачей заграничного паспорта. Будьте просто предупреждены, что такая ситуация бывает. Следующий момент. Клиенту выдали паспорт, опять же, заграничный паспорт Российской Федерации, где фамилия и имя написаны вот так вот. То есть там идут строчки, а это было прописание ну вот под углом, ну может не 90, но близко к этому градусов. И другой случай, когда женщине выдали паспорт, где ее фотография была сделана, во-первых, плохо обработана, некачественно, действительно реально некачественно. А во-вторых, там на уровне плечей какие-то пятна развода, такое впечатление, что клея поступил. То есть, ну она действительно объективно говорит, что документ выглядит, как будто его делали в Одессе на Малой Аннаутской. А как бороться с этой проблемой, когда внешний вид паспорта, ну как бы непрезентабельный и так далее, и так далее. Мы сделали специальный запрос, чтобы прояснить эту ситуацию ФМС. И ответ, который мы получили, говорит о том, что эстетическое восприятие клиента или нашего агентства по тому, как выглядит паспорт, не имеет никакой юридической силы. Готов с этим согласиться. Что же имеет? А имеет запрос, ответ, который мы получили в отношении данного человека, в том, что в базе данных ФМС данный паспорт не числится как недействительный. И вот это уже юридический документ. Поэтому он может выглядеть не так хорошо, как другие, но тем не менее, если он действителен, то он легитимен. Почему это важно? Потому что люди оформляют доверенности, используя данные паспортов. Люди отправляют своих детей за границу, подписывая доверенности, продают недвижимость. И для этого важно понимание, что вообще происходит с вашей фамилией и именем, с вашими документами, как это использовать. Следующий момент, которым хочется поделиться, это изменение фамилии. Если вы на территории США поменяли, скажем, свою фамилию, которая звучит так же, но пишется по-другому, и вы хотите, чтобы российский паспорт был выдан так же, как написано у вас, скажем, в американском паспорте, то ваше желание еще совершенно ничего не значит. В ФМС есть и в консульствах есть одна единая система фонетического правописания имен и фамилий, которые они используют. Это стандартизация, и ваши фамилии и имя могут быть прописаны не только отличительно от того, как написано в американском паспорте, но это даже может отличаться от того, как это прописано в предыдущем заграничном паспорте. Бывает ситуация, когда клиент к нам обращается, имеет два документа, говорит, я не могу объяснить в какое-то учреждение в Америке, что это и это, хотя оно близко по звучанию, один и тот же человек. Мне говорят, что я должна привести обе фамилии к одному знаменателю. Как с этим бороться? Вы обращаетесь в государственное учреждение, консульство ФМС, и пытаетесь взять у них разъяснительную записку, удачи вам, или сделать уточняющую запись, раньше делали уточняющие записи, в паспорте такой-то, такой-то, известен как такой-то, такой-то, но это перестали делать. Мы используем другую фишку. Мы используем юристов, которые практикуют на территории США российское законодательство, которые делают свое экспертное заключение не просто так, а базируясь на букве закона, о том, что данный человек в этом паспорте, в российском и в этом паспорте, является одним и том же субъектом, и это обосновывается на основании какого-то там параграфа, пункта кода закона. Мы постараемся сделать к этому видео приложение, где мы покажем примеры вот таких ситуаций. Следующая казусная ситуация, в которой желательно избежать гражданин США, опять же, у нее было вот это разночтение в документах, в американском паспорте он был написан по новой фамилии, в российском паспорте он был написан по старой фамилии, а я не практикую российское законодательство, я не могу давать вам юридических советов, для этого у нас есть в команде специалисты, и этот человек как бы задал вопрос, могу ли я расписаться в России. Ответ да, если вы гражданин России, вы можете расписаться в России по российскому паспорту, если вы гражданин США, вы можете расписаться там по американскому паспорту, но если вы имеете двойное гражданство, лучше расписаться по российскому паспорту, меньше головной боли и денег. Вот этот человек так и сделал, и в результате, что получилось, когда мы уже санили оформление миграционных документов, уже на финальном этапе, я начал проверять, искать ошибки несоответствий, я увидел, что это совершенно два разных человека. В российском паспорте это Вася Пупкин, а в американском паспорте это Вася Филипчук. Так вот, это два разных человека, но когда этот человек летал, как бы у него проблем не было, и он посчитал, что, значит, наверное, проблем и не будет. Но дело в том, что если вы не поменяли паспорт, тут надо консультироваться с юристом, но если вы расписались, и у вас свидетельство о браке, где брак заключил Вася Пупкин по российскому паспорту, и отсутствует документ, как Вася Пупкин стал Филипчуком Васей, я не понимаю, как это доказать в миграционную службу, каким объяснением нужно воспользоваться, почему какие-то два человека, когда у нас нет связующей линии. Поэтому в данном ситуации люди ждут консультации с юристом, они будут обсуждать ситуацию с юристом, моя задача в этом виде, постараться до вас донести, чтобы избежать таких ситуаций, которые ведут потом к дополнительным расходам и к решению, ух, надеюсь, успешных проблем. С вами был Вадим Печерский и команда RushInDocumentationCenter. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok